Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Звезда на крючке». Я приехал первый, наш герой еще в пути. И мне нужно подготовить рыболовное место, чтобы они приехали, и уже все было готово. Это мой такой маленький сюрприз. Но сначала, сначала мы сделаем прикормку. Вот вы спросите меня, почему я не беру воду из водоема. А потому что это мое личное наблюдение. Как ни странно, я уже раньше пробовал и из водоема, и из неводоема. И по моим наблюдениям прикормка лучше работает. С чистой водой. Времени остается все меньше. Наши герои уже на подъезде. А я еще даже и не в одном глазу, в общем, собственно говоря. Предупреждали меня ребята в магазине, что прикормка будет краситься. Я сегодня буду с розовыми руками. Ну что, можно сказать, что прикормка готова. Ждем нашего героя, раскладываем удочки. В общем, поехали, рыбалка началась. Ну вот мы и на месте. Вот мы и на месте. Ну, приветствую. Здравствуйте. Еле успел, на самом деле. Приготовиться. Приветствую. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей. Очень приятно. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Таня. Татьяна. Да, очень приятно, Саша. Ну вот, то место, где мы будем рыбачить. Да. Да. Отличное. На солнце. На солнце. Нет, удочки будут стоять там. Так. А мы будем лежать там. Там, да, да. Ну что, пока. Ну для зрителей скажем, что это передача «Звезда на крючке». Андрей Гриневич. Александр Гаврилин. И наши звезды на крючке. Семья Веселкиных. Да. Алексей и Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Да, у меня почти все готово. И я, в общем, прошу вас к нашему столу. Давайте. Спасибо. Алексей Алексеевич Веселкин. Известный советский и российский актер. Теле и радиоведущий. Шоумен. Заслуженный артист России. Зрителям запомнились его работы в фильмах «Нужные люди». Все начинается с любви. «Два гусара» и многих других. Много работает в рамке. Ведет несколько шоу на радиостанциях и телевидении. Наш сегодняшний герой – потомственный артист. И начал свой карьерный рост в городе Москва. А у нас сегодня, ну, наверное, уже по традиции это вошло на фидер. Но это в основном для того, чтобы чего-то поймать и потом из этого приготовить. Да. Потому что фидер снасть серьезная, английская, и ей надо очень серьезно заниматься. Но мы ее так поставим и нехая на себе стоит. Подождите, секунду, тут надо тоже. Фидер – это все вместе? Или устройство? Фидер – это удочка. Какого фидера? Ну да, вот у всех разные ассоциации вызывает, на самом деле, это название. Удочка, ну, по-русски – донка. Сама фишка фидера в оснастке. Я потом чуть попозже покажу. Ну и вторая удочка – это маховая. Маховая – это значит… Вот так вот позабрасывается. Ну да, от слова «махать». Ну вот мы такой вот… Да? Но тут катушки нет. Вот без катушки, конечно. То есть леска привязывается вот сюда на кончик, зажимается вот так, да, здесь петелька, леска, поплавок, крючок и так далее. То есть все, она глухая оснастка. Нет, ну в детстве это такая была, потому что вот этот вот, как он называется? Ну бамбуковая удочка, да. Не-не, это сам механизм вот этот. Механизм – это катушка. Да. В детстве были спиннинги. Ну спиннинг. С катушкой. Да, ну нет, ну спиннинг – это пафосно уже было как-то. Да? Ну как, ну это продвинуто, да. Спиннинг без катушки. Нет. Или просто тупая удочка обычная, или спиннинг. Я говорю, спиннинг – это как бы следующий этап. Следующий этап. Это вот вообще другой, другой уровень совсем. Ну или бросали еще на палки. Вот это самое примитивное, но в некоторых водоемах. Ну там рыбешка-то… А из чего это сделала штука? Это штука, ну там вот какие-то отруби, специальные пахучие всякие штуки можно понюхать, да. Вкусненькие. А, они тоже лепятся. Ну пахнет она не противно, очень нормально. Она лепится специально, да. Не, не противно, кстати, да. Это какой-то шоколадкой-то пахнет, кстати. Да. Пить грибов. Хорошо ты так сделал. Да, 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 хорошо пахнет. А ее для чего нужно, значит, чтобы она рыба пришла? Да, мы катаем эти самые крупные. А если она наестся, Саша, зачем она тогда, она ловится же не будет. Она не наестся. Карпа такая рыба, которая, в общем, очень сложно наедается. Если она хочет есть, да, она подходит и как пылесосом это все собирает, вот, и заодно и нашу наживку. Как говорят спортсмены рыболовы, да, мы делаем из прикормки стол, накрываем стол, ну вот из шариков, да. Желательно положить все шарики, ну вот, метр на метр, да, куда будем потом закидывать. А вот так она должна залепливаться? Да, она лепится и забрасывается. Вот, мы кидаем поплавок, стоит поплавок, и мы стараемся прямо в поплавок туда все это положить. Так, а я-то еще думал, ну, что ж так много-то? Я думал, прикольно-то, что вот так вот, типа, вот, как рыб покормил, вот так вот. Отварим побольше, поэтому... Кидаем шарик. Клопки. Вот, кладем на стол это все, ну, условный, да, вот. Вот, и сверху нашу приманку, как вишенку на торт. А наша должна вкуснее быть? Ну, по идее, да, но не всегда получается. Потому что есть логика, он жрет вот это, вот потом вдруг понимает, что вот пошло самое вкусное. Самое вкусное, да, и еловица при этом. Вот, мы будем стараться, посмотрим, что у нас с этого выйдет. В общем, предлагаю без отлагательств начать. Давайте, давайте, да. Вот, отлично. Накрываем стол. Да, накрываем стол. Я ж не такой молодой. Это я свет такой. Я уже лет восемь плаваю. Самая ненавистная часть рыбалки – это лепка прикормочных шаров. А вот наши гости отнеслись к этому с интересом. Не мудрено, ведь не они же лепят. Просто червячки. Не знаю, в детстве были просто червячки, а сейчас это опарыши. А сейчас это опарыши, да. Совсем другой, да. Да. Поплавок, вон его видно, вон он такой маленький, красненькая такая штучка. А, все. Да, вот, красненький такой. Вот нужно вот постараться попасть в него. Чуть-чуть не до лед. Чуть-чуть не до лед. Не баскетболист, Лешка. Да, чуть-чуть подальше. Смотри, подальше. Я вижу, вижу, уйди с линии, уйди. Давай. А он разлетел. Разлетел. Не надо говорить, кто баскетболист, а кто нет. По-моему, они относятся к такому серьезному занятию, как прикармливание. Словно к игре. Актеры. Опа, десятка. В то время был же такой анекдот, когда вот у кого-то там приходило три червячка, а мужик с ним приходил, вот такая вот такая коробка, там черви такие мощные. Откуда, говорит, сколько ты роешь-то? Говорит, я там, где ты? Только я беру аккумулятор. В землю, я говорю, они лезут, все, все, они не выдерживают. Глубоколонные. Они лезут, такие жирные все. Встретились через два дня. Этот, который никак накопать не мог. Вот такие у него два фингалапа. Получается, дубов нет. Он говорит, чего? Говорит, я аккумулятор. Ну, говорит, ты же вчера все они вылезли, а не было. Ну, я раз протянул, 220 дал туда. Вылезли шахтеры. Ну, давали, да, да. Добро пожаловать на рыбалку. Спасибо, что приняли меня в вашу компанию. С корабля на бал. Ну, рыбачил ведь когда-то. Нет, ну, вот в детстве я ловил. Это очень примитивно все было, конечно. На какой-то жуткой маленькой речке, там, ну, типа там, вонючка, переплюйка, как она называлась. Ну, я из такой семьи, из интеллигентской, актерской, поэтому я ничего этого не знал. И поэтому меня вводили в курс дела ребята, эти пионеры, мои товарищи. Пионеры. Пионеры, да. И тут же мы рвали эти палочки, тут же их очищали пирочным ножиком. Типа орешника что-то? Ну, вот орешник. Орешник, орешник. Орешник, орешник. Не-не, это орешник. Орешник, так сказать, да. Вытягивали его, нет? Это что? Кирпич подвешивали, чтобы он ровный. Нет, это уже... Секундочку. Пионеры к этому не были готовы. Нет, нет, нет. Это уже high society, то, что вы рассказываете. Кирпичом вытягивать. Нет, это вот... Господи, извините, ребята. Какая нервная, оказывается, обстановка здесь, да. Не все так просто, да. То есть нас перебивает рыба. Будь она не ладно, знаешь, так ты все хорошо. Мне все время Саша говорил, что я все время перебиваю, а рыбы перебиваю. Рыба, да. Ну вот, и вот этот... Ничем и на этот орешник тогда, кроме... Закончилось, чтобы все очень примитивно. Рыбы, значит, не было. Хотя кто-то, знаешь, как обычно. Но мы же знаем, что она там есть. Кто-то там, Вася, в первую смену он там отловил что-то там, знаешь, это... Результат закончился этими лягушками. Трубочкой. Надувание. Надувание, да. Представляешь, какая мерзость какая-то. Живца. О, смотри, какой сотворительный. Хороший. Йех, здоровый какой. Борется. Белый амур даже, да? А это может быть белый амур, кстати. К берегу подходит, начинает беситься. Еще, 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 еще. А все, он уже зацепился. Подними его чуть-чуть. Поймали белого амура. На одиннадцать? Ну, по-моему, да, блин. Ощидеть, какой огромный. Да он ухой. Еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Давай, давай, все, есть. Все ли? Да. Все, не поднимай. Ну, килограмма три-четыре такой. Осторожно. Ну, так вот за это. Ех ты, я поднимаю. А? Я, признаюсь, устал. Жарко. А здесь хорошо. Очень хорошо. Там странная тоже вещь была. Почему, кстати говоря, я в какой-то момент забил на всю эту рыбалку. Почему? Потому что, значит, нас там трое было. У них это происходило при той же палке. Вот при той же палке, при том же перее, при всем. А у меня почему-то нет. Не случалось. Понимаешь, какая вещь, удивительная. И песенку не пел. Ну что, дорогие друзья, мы еще раз напомним о том, что мы на канале Охотника Рыбалов. Передача «Звезда на крючке». Со звездной семьей Веселкиных. Алексей Веселкин, Татьяна Веселкина. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Лёна. Как тебя приятно видеть. Вы только здесь и встречаетесь. Да, да, да. Работа. На природе, конечно. Да, да, да. Не, ну а режим же ведь какой? Кстати, работа. Вот, кстати, о работе. Насколько я знаю, я вот езжу на работу, иногда включаю... Не, не, иногда. Кстати, у меня чаще всего. Я не буду говорить эту радиостанцию. Под это надо вставать. Под эту станцию. Не буду говорить эту радиостанцию. Но она у меня, потому что там все время говорят. Да. И слышу твой голос. А я все время говорю в последнее время на этой станции. И режим, режим в 7 утра мы начинаем, и до 11 работаем. И значит, поднимаюсь я в 5.20. Поэтому поднимаюсь в 5.20, значит, все остальные спят. Рубить меня, естественно, стало иногда. Татьяна поднимается. Ну что, проспался? Отрубился вчера. Славик тебя сдвинуть с места не мог. Слушай, сколько сейчас времени-то? Закрыто, закрыто еще. Леша, мы продолжаем? Да. Мне интересно, знаешь почему? Потому что, на самом деле, я никогда не работал на радио. На самом деле, ни разу. Вот хотя в разговорном... Чуть не выговорил было это слово. В разговорном жанре работал, никогда не работал на радио. Да, это радио суперразговорный жанр. Это совершенно другое. Да, там, во-первых, пауза не может быть. Вот, понимаешь, какая специфика. То есть, смотри, даже концерт, вот разговорный жанр, публика, она должна ответить, ты переждал что-то такое, да. Даже в спектакле иногда нужно какие-то моменты специально вешать паузу, потому что воспринимают, да, нужно, да, 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 да. А радио, оно не терпит в принципе пустоты. Там не может быть паузы. Считаешь, до 7 увольняются сначала. Ну, просто не может быть паузы. Понимаешь, какая вещь? И тем более, одно дело, новости. Значит, все приходят, кто новостями занимается, они сами компилируют все, все это делают. А мы же работаем так, тема заявлена, и все. И практически, да, спасибо. Извините, да. И практически все. То есть, мы из себя, это, собственно говоря, все эмоции. Подожди, а вот действительно, действительно письма, что-то, действительно, это все действительно? Действительно. Товарищи, вот в том шоу, радио, где я работаю с Сергеем Стиловым, действительно, вы шлете письма, мы эти письма читаем. Мало того, что у нас существуют конкурсы, вот конкурсы именно Бунина о первой любви. И я, заслуженный артист России, читаю все это и стараюсь, чтобы это было художественным. Какой смысл читать все это, если каждый раз, когда ты пытаешься ему возразить, Маркс отвечает, конечно, ты так думаешь, поскольку ты продукт своего класса и не можешь думать иначе. Мне все это кажется жульничеством. А я сегодня, дорогие друзья, делаю карпа с луком. Так, видите. Да, в общем, вот Татьяна спрашивала, зачем я делаю вот эти вот надрезы, ну и... Чтобы мышь не пролезла. Чтобы мышь не пролезла. Чтобы рыбе было больнее, я понял. Ничего ты делаешь? Ничего я это делаю. Я очень злой человек. Надрезая тем самым, я избавляюсь от косточек мелких, потому что карп очень костлявая рыба и очень много-много мелких косточек. Надрезая, мы, во-первых, избавляем его от лишнего жира, он вытекает, потому что карп очень жирная рыба. И избавляем от мелких косточек. Это метод похудания. Девушки, примите это, пожалуйста, к сведению. Если надо похудеть, вот, пожалуйста, выйти и надрезать. Хочешь похудеть, скажи меня, спроси меня, как? Извините, это было лирическое отступление. Какой приятный. Должен быть добрейший человек. Слушайте, я поднимаюсь уже рано, а когда переводились часы, на сегодня все запутались. У меня что-то там произошло тоже с будильником. Тань первая встала, я спокойно спал. А она встает, идет на кухню, меня уже нету, то есть меня не должно быть. Так, Сона идет на кухню, а она уже под меня тоже стала просыпаться. Включает радио. Слушай, на кухне, что-то я тут должен меня слушать. Там тын-дин, 7 часов, начинаются новости, дальше это, я понимаю, что сейчас все будет. Сейчас она услышит, да, голос любимого человека. В это время просыпаюсь я. Из соседней комнаты. И сонно иду, я же не знаю, что у меня время другое. Иду умываться. Протираю глаза. И она так ухом там. И понимаешь, что она видит меня здесь. Дверь на кухне закрытая. Я так вижу изображение. Да, да, да. Я появился, и она так на этот ящичек смотрит, родины. Вот это вот. Ищи ответа. Ужас такой, да. Это не я, Сумасажда. Да, а я так еще смотрю, думаю, что она уткнулась туда, стоит, слушает. Ну это очень страшно, когда я позвал, когда я понял, что меня нету там. Слышишь, вот оно уже работает, вот оно есть. Я там должен быть. Казалось бы, можно дотронуться до него, понимаешь, только тебя там нету. Телевизионные передачи, в которых, я знаю, ты очень много снимался. Да, да, Танюша тоже. Да. Расскажите, вот... Таня вела «Детский час» с французским языком, да. И я, кстати, не помню, как меня туда пригласили в эту передачу, в «Детский час». А вы не там познакомились? Не-не, мы в театре, в театре, в театре. Ну вот меня туда пригласили в этот «Детский час», и это единственное там появление было, потому что параллельно я уже вел телешоу 50 на 50. И тогда же все же централизованное было. Ну, телезрители некоторые, наверное, помнят это телешоу 50 на 50, оно было такое... Первый музыкальный, большой такой монстр, огромный. Первый магазин на диване... Это после уже было. Это было, 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 да. Уберите животное с экрана, просили. Леш, просто я точно знаю, что Таня поющая, потому что она у меня в мультфильмах поет с удовольствием. И мне, Таня, открыла секрет, что ты тоже поющий. И я телезрителям открою секрет, что у нас есть гитар... Я специфически поющий. Не рояль, а гитара в кустах. Я специфически поющий человек. Вот это мы сейчас послушаем, насколько специфический. Знаешь, какая фигня с этим... Извини, Таня. Не, рассказывай, рассказывай, как есть. Я сейчас расскажу, как есть, потому что... Я как-то прошел абсолютно мимо всех островых, хотя вот ситуация у нас совершенно другая. Рыба, вода, природа и вот это вот. И я как-то сразу резко совершенно в другое. Это как бы не то, что гитарный музык, но это рок-н-ролльный. В последнее время вообще на вас гитаре играл. Переквали фиксируется. Там легче, там три струны, по-моему. Нет, три на балалайке. А это четыре. Есть большая балалайка еще. Три, три, все равно три. Мой отец никогда не играл в рок-н-ролл и хард-рок он не очень любил. Но в рок-клуб я недавно зашел, а он на гитаре там такое мочил. Буги-фуги и блюз играл он очень круто. Летели минуты, плыли часы. Па-па-па-па, это ты. Я от страха головой утряхнул, может быть, это рок-мираж. Но еще раз на сцену взглянул, а он давал там такой пассаж. Буги-фуги и блюз играл он очень круто. Летели минуты, плыли часы. Па-па-па-па, это ты. Буги-фуги и блюз, 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 Играл он очень круто. Джимми Пейджи виртуозом считал, Эрик Клэптон был мой кумир. Но отец не такой сыграл, он открыл мне блистательный мир. Буги-фуги и блюз, Буги-фуги и блюз, Буги-фуги и блюз, Играл он очень круто. Браво. Браво. Ну, видишь, как-то получилось, что эти все песни костровые, что-то как-то... Хотя, на самом деле, ты же возраст того, когда Акуджава, Высоцкий, это все наши кумиры. Вот вообще мимо. Я как услышал, вот. Шизгара вот этого. Да. И все, у меня застило все это. Ну, безграмотно, ужасно, но мило. А ты знаешь вот эту вот песню «Постой паровоз-то»? «Не стучите колеса». Да-да-да. Да что ты, я вырос на ней. «Дом восходящего солнца» тоже знаешь? «Дом восходящего солнца». Да, это я в этом доме как раз и рос, под стук этих... Да-ра-ра, вот это да, да-ра-ра-ра. Вот этот... «Постой паровоз» точно ложится на гармонию. Давай вот. Давай. Постой. Только давайте вместе. Давай. Ну, я-то сейчас вам спою. Ну, хорошо, да. Ну, ты знаешь, слава-то, да, этим? Постой. Постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глазах. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. А? А? Приятно на них смотреть. Ну, конечно. Дорогие друзья, с вами по-прежнему Александр Гаврилин. Андрей Гриневич. Передача. Звезда на крючке. И наша звездная пара Веселкиных. Алексей и Татьяна. На телеканале. Охотник и рыболов. Сыграй что-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, я думаю, что это итог. Вот то, что вы сегодня сказали, сейчас вот, это был итог всей нашей передачи. Поэтому я думаю, что мы можем уже потихонечку прощаться с нашими телезрителями. Лучше не скажешь уже. Лучше не скажешь. Еще раз напоминаем, что с вами были Александр Гаврилин. Андрей Гриневич. И наша звездная семья. Семья Веселкиных. Алексей. И Татьяна. В передаче. Звезда на крючке. На телеканале. Охотник и рыболов. Ну что, до скорых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!